это ваши первые олимпийские игры вы по этому поводу очень такой эмоциональный пост написали в инстаграме но все равно должны быть довольны тем что прошли первую стадию в финалах я довольна что я доехала и довольна что у нас целая команда доехала и все без положительных тестов в общем это сейчас очень важно было и ценно и я пока не понимаю какая я ну по общему этому я не знаю какое место сегодня я заняла но это только начало кстати ну это же мои первые но не последние какого уровня в своей подготовке достиг спортсмен нагляднее всего демонстрирует его участие в олимпийских играх в составе сборной страны чтобы войти в сборную и поехать в пекин на зимние игры нужно было превзойти всех магаданская сноубордистка александра паршина смогла это сделать сегодня магаданские болельщики торжественно встретили спортсменку в аэропорту сокол ура 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 у нас наша хаша лучше всех на фронтах давай планку да хорошие деньги забирайте у поезда поздравляю поздравляю сейчас я к вам приду Александра, расскажите о твоих первых чувствах, вступили на родную землю. Да, это очень офигенно. Ой, спасибо. Спасибо. Скажите, чувствовали нашу поддержку? Конечно, чувствовала. Да, регион-то вообще. А как? Молодец, что на Ф. Можно натянуть теперь? Мы только сфотографируем здесь. Скажите кратко о своих ощущениях вообще. Да блин, это все очень круто, очень круто. Это первоолимпийские игры, это не описать и не передать словами, это надо прочувствовать и прожить. У меня очень большой опыт появился, у меня открылись какие-то суперспособности крутые, которые теперь нужно применять и готовиться к следующим играм, потому что это только начало. Спасибо, мы вас поздравляем. Спасибо. Спасибо, мы рады, поздравляем. Спасибо большое. Мы верим в тебя, это только начало. Ура, ура, ура! Магаданцы, болевшие за Александру, то и дело окружали спортсменку в погоне за автографами. Мы очень гордимся, мы очень гордимся, что наши магаданцы там бывают, мы очень гордимся Саше, что она входит в топ лучших сноубордисток мира. Мы рады, что она приехала, очень волнительно, очень трепетно все это. Мы очень за нее рады. Конечно, конечно. Что больше всего понравилось в его ступеньке? Да она вообще умничка, я вообще не могу сказать ни с чем сравнить, просто умничка. Представители магаданской молодежки ОНФ получили автограф Александры на брендированном флаге фронтовиков. Это наша гордость. Не каждая клымчанка сноубордистка смогла добраться до четверть финала. Мы просто гордимся и в следующей Олимпиаде нам наверняка станет чемпионкой. Мы в это верим. Александра Паршина и Александра Кустова – основные фигуры для магаданского центра спортивной подготовки сборных команд Магаданской области. Это наши основные сотрудники, что Александра Паршина, что Александра Кустова, да, они у нас состоят в штате, это наши спортсмены-инструктора. Мы очень рады, что вот та наша работа, которая проделана годами, она дала свои плоды. У Саши, если мы говорим про Паршину, да, был такой, скажем, неоднозначный путь на Олимпиаду в том плане, что она столкнулась рядом с таких препятствий, да, организационного плана, ну не с нашей стороны, да. И она вот именно пробилась и попала на Олимпиаду благодаря своим результатам. Напомним телезрителям, что Александра Паршина сумела занять 14-е место в сноуборд-кроссе на Олимпиаде в Пекине. Кроме того, она единственная из россиянок, кто вышел в четвертьфинал. К сожалению, она не смогла пройти дальше, но весь магадан по праву может гордиться землячкой. Олег Дудник, Илья Пачин. Специально до вечернего магадана. Все, до свидания. До встречи, увидимся. В 24-й год. Мы сегодня спланировали рейдовые мероприятия, задействовали сегодня все группировки. Это МЧС, пожарно-спасательный центр, ГИМС, управление по делам ГОЧС. Сейчас будем выезжать, проводить беседу с рыбаками, потому что мы видим, что они уже нарушают и постановление мэрии о запрете выхода выезда на ледовый припай. Проведем превентивные мероприятия, раздадим листовки, побеседуем. Ну, а те, которые, скажем, совсем уехали, вот так есть там несколько рыбаков, аж за Монак, то есть пренебрегают полностью своей безопасностью. Ну, на них, наверное, будут составлены протоколы. Ну, все. Ну, все. Ну, все. Слушали вы отопреки мэра номер 32, постановление номер 32 от 16.01.2017 года, О, который гласит о том, говорит о чем? О том, что запрещен выход и выезд на лед. Да что вы говорите? А почему мне вчера ваши же сотрудники МЧС, я не знаю их фамилий, имен, мне рассказывали там, на берегу, как правильно передвигаться на льду. Это не разговор. Я спрашивала, можно? Можно? Это не разговор. Есть постановление, то есть вот это я могу чем-то, да, то есть... То есть вы, получается, сами себе, внутри себя не можете какие-то точки соприкосновения найти. А все это выливается на нас, на рыбаках, на традиционном лове, который длится уже не один десяток лет. Я подошел к вам, к вам, с беседой. И выдать вам, вы обязаны ее взять, ознакомиться. В мэрии Магадана обсудили строительство стелы города трудовой доблести. Будущее месторасположение – площадка перед зданием полиметалла, рядом с кольцом на 31-м. Высота стелы – 15 метров. Основной материал – нержавеющая сталь, поскольку для климатических условий Магадана это лучший вариант. Также художники предложили сделать часть стелы из позолоченного стекла, которое будет светиться изнутри. На мемориале будут отображены символы города. Здесь, еще раз повторяю, вен с оленями. Здесь вот рыбный завод рыбодобыча. Здесь вот как раз такой главный, центральный – это у промприбора рабочие, то есть это золото. Надпись «Город Магадан – город трудовой доблести». Над промприбором и рабочими знак «Дальстроя». Здесь знак «Почетный Дальстроевец» с времен войны. Здесь вот мужчина собирает посылку на фронт. На следующей неделе специалисты планируют провести общественный совет, на котором обсудят детали строительства стелы. Напомним, статус города трудовой доблести Магадан получил в прошлом году. 22 молодых полицейских приняли присягу. Слушатели Центра профессиональной подготовки дали клятву на протяжении всей службы быть верными своему долгу. И не щадить сил в борьбе с преступностью. Молодые люди из Магадана, Ольского, Амсукчанского, Средниканского, Сусуманского, Тенькинского и Хасынского городских округов присягнули на верность Российской Федерации. Из них 15 сотрудников младшего начальщика состава и 7 офицеров. Сотрудники поклялись служить закону и народу. Самоотверженно выполнять свой служебный долг. После принятия присяги и прохождения обучения сотрудники пройдут выпускные экзамены по огневой физической подготовке специальным правовым дисциплинам. Затем их направят в подразделение органов внутренних дел Магаданской области для прохождения службы. Я являюсь сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Сегодня в торжественной обстановке я приняла присягу. Присяга в моей жизни значит очень много. Это важное событие в жизни каждого сотрудника. Мы поклялись нести свой служебный долг с честью и достоинством. После окончания обучения в Центре профессиональной подготовки слушатели заступят на службу в подразделениях патрульно-постовой службы, охраны и конвоирования, экспертов-криминалистов, следствия дежурных частей, специального приемника административно задержанных, участковых уполномоченных полиции и изолятора временного содержания. Магаданцы часто нарушают одно из установленных правил благоустройства. Выбрасывают мусор в неположенных местах. Это не только бытовые отходы, но и строительные. Чаще всего страдает проезжая часть и тротуар. Как отмечают специалисты, засоряют город не только граждане, но и предприятия. Я призываю граждан предприятий не складировать мусор там, где ему не положено быть. Вот, например, как на примере площадки, да, у нас рядом, есть территория площадки, которая предусматривает складирование крупногабаритного мусора. Это картонная тара. И опять же, картонная тара, она не просто должна быть положена, а спрессована, то есть связана упаковочной, ну, спрессованный вид, так скажем. Если человека поймали за складированием мусора в неположенном месте, нарушителя ждет административная ответственность. Сначала это может быть предупреждение, но при повторном нарушении штраф. На граждан до 5 тысяч, на индивидуальных предпринимателей до 10 тысяч, на юрлица до 75 тысяч рублей. Четность. Я забыла. Четно. Бушующий ветер бился нечеловечий. Капли чернеющей крови... Буш. Четно. Четно отчаянный ветер бился нечеловечий. Капли чернеющей крови стынут крышами кровель. А снесет ли... А? А, ну... Четно отчаянный ветер бился нечеловечий. Капли чернеющей крови стынут крышами кровель. А снесет ли на выходных вашу крышу, мы узнаем у жителей города. В субботу, значительно облачно. Температура воздуха до минус 20, днем минус 11 мороза. Атмосферное давление высокое, 756 миллиметров штутного столба. Ветер легкий, северо-восточный, до 3 метров в секунду. Влажность комфортная 40%. Воскресенье, 20 февраля, в Магадане ясно. Температура воздуха ночью минус 19, днем до минус 13 градусов мороза. Атмосферное давление высокое, 756 миллиметров штутного столба. Ветер легкий, северо-восточный, до 3 метров в секунду. Влажность комфортная 48%. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова